Торговые центры Уфы не пустуют даже в первой половине дня. Одни горожане не успели купить подарки, другие – упаковки для них. Нам надо купить конвертики на подарочки. Это максимум, что надо сегодня купить. Да, еще все не докупили. Что осталось вам взять? Продукты, подарки. Что не докупили? Ой, подарки. Хотел им мужу подарок сделать, духи купить и какие-то продукты еще. И все. Нелегко приходится и продавцам. Для них последние два дня перед Новым годом – самые загруженные. 30-го, 31-го начинается. Редко приходят там 28-го. До этого продаж особо не было. Сейчас в последние дни особый пик приходит. Всегда по-разному. Где-то вчера часа в три начали ходить. Если рабочий день, обычно после шести уже люди начинают ходить. И до закрытия. Тут в последний момент не успевают. Какие-то подарки до десяти часов выбирают. Далее мы переместились в один из уфимских гипермаркетов. Там народу оказалось еще больше. Больше всего народу сейчас, конечно же, в продуктовых магазинах. Особенно в отделе овощей и фруктов. Здесь некоторые полки с товарами уже полупустые. Несмотря на то, что до Нового года остается всего чуть больше суток, ингредиенты для салатов и закусок тоже приобретены не у всех. Все, что список составила, на то я собираюсь. Что не докупила. А что у вас в списке? Огурцы, мандарины, творожный сыр, минералка. Но не все уфимцы любят бороздить просторы продуктовых. Кто-то остается дома и выбирает доставку через курьеров. Очень много работы. А вот сегодня сколько заказов уже собрали? Собрали примерно в районе 120 уже на утро. А так на весь день в районе 280 на весь день. Но это с учетом того, что осталось и с учетом того, что еще будет. Мы не могли обойти стороной елочные базары. Оказалось, что спрос на лесных красавиц все еще сохраняется. Очень много. Человек примерно около 40-50 в день проходит. То есть не все успели к праздникам купить елку? Нет, конечно, еще не успели. Тем более впереди у нас выходные. Многие еще и на работе. Перед Новым годом все необходимое советуют закупать как минимум на неделю раньше, чтобы, во-первых, сэкономить, а во-вторых, не стоять в очередях, пытаясь запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.